Дайджест недвижимости. В основном центре сдано 144,5 тысячи квадратных метров. Это более чем на процент ниже показателей первого полугодия 2016 года. За пределами Кирова наиболее активно строили в Даровском и Налинском районах и Кирово-Чепецке. Существенное сокращение объемов строительства жилья зафиксировано в Подосиновском и Верхошижимском районах, а также в городе Слободском, уточняет бизнес-новости в Кирове. Дайджест недвижимости. Новый сервис личный кабинет заработал на портале Росреестра. С его помощью собственники недвижимости могут в электронном виде получить актуальную информацию о принадлежащих им объектах по всей территории Российской Федерации. В личном кабинете доступны сведения об адресе, площади, кадастровом номере, кадастровой стоимости, виде объекта недвижимости, а также о правах, ограничениях и обременениях. В филиале Росреестра по Кировской области уточняют, что благодаря новому сервису стало проще получать услуги в электронном виде, заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подать документы на оформление прав, записаться на прием. Пользователям необходима регистрация. Подробную информацию об электронных сервисах Росреестра можно получить по телефону. 8 800 100 ровно 34 34. Звонок бесплатный. Дайджест недвижимости. Лифты в России теперь должны содержать по новым правилам более ответственно. С 1 августа на устранение неисправности лифтов дается 24 часа, а эвакуация пассажиров из застрявшего лифта не должна занимать более получаса с момента регистрации заявки лифтера. Соответственно, все лифты теперь должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчерской. Новые правила предусматривают и большую ответственность за содержание лифтов, владельцев зданий и управляющих компаний. В штате каждой управляющей компании, которая занимается обслуживанием лифтов, обязательно должен быть персонал, квалификация которого соответствует требованиям профессиональных стандартов. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости. Дайджест недвижимости.